Пятница гневов в Каире. Движение братья-мусульмане призвало сегодня всех египтян после традиционной пятничной молитвы собраться на столичной площади Рамзеса, чтобы продемонстрировать властям силу. Днем исламисты стали выходить на улицы для участия в акциях протеста, которые, кстати говоря, запрещены после введения в стране в срезвычайное положение. Сообщается о новых стычках между сторонниками свергнутого президента Мохаммеда Мурси и силами безопасности. И о новых жертвах. С раннего утра в Каире были усилены превентивные меры. Военные взяли под контроль стратегические объекты. Бронетранспортерами были перекрыты дороги, ведущие к площади Тахрир, а саму площадь обнесли колючей проволокой. МВД Египта предупредила. Силам безопасности отдан приказ стрелять боевыми патронами на поражение в случае попыток причинить ущерб государственным объектам или солдатам и полицейским. Напомню, в столкновениях, которые произошли в Каире в минувшую среду, погибли несколько сот человек. Более 4 тысяч получили ранения. Израильтяне и палестинцы должны преодолеть глубокий скептицизм и отказаться от действий, которые могут помешать мирным переговорам. Об этом заявил генсек ООН Пан Гимун в ходе визита в Иерусалим. На этой неделе здесь стартовали прямые ближневосточные переговоры. О ходе диалога известно крайне мало. Стороны не делают заявлений для прессы, а сами встречи проходят в закрытом для СМИ формате. Ранее Пан Гимун встретился в Рамале с главой палестинской администрации Махмудом Аббасом. Позже, уже в Иерусалиме, он провел встречу с лидерами еврейского государства, в частности с главным переговорщиком от Израиля, министром юстиции Цепи Ливни. По итогам встречи с генсеком ООН, она заявила, что нынешний раунд мирных переговоров важен не только для Израиля и палестинцев, но и для всего региона. Переговоры между Израилем и палестинцами, конечно, прежде всего отвечают интересам двух сторон, но это и в интересах всего международного сообщества. Я надеюсь, есть заинтересованность не только в перезапуске переговорного процесса, но и в достижении конкретного результата, реального изменения ситуации в регионе. Я верю, что в арабском мире есть силы, которые заинтересованы в совместной борьбе с экстремизмом. Главное – достичь взаимопонимания. И одно из условий этого – не делать комментариев для прессы до окончания переговоров. Российский бизнесмен Сергей Полонский покинул Израиль из-за угрозы личной безопасности. Куда именно он уехал, пока неизвестно. Некоторые СМИ не исключают, что предприниматель отправился в Таиланд. Следует отметить, что в июле Полонский подал документы на получение израильского гражданства. Как пишут российские издания, сообщение о том, что ему было отказано, адвокат бизнесмена Диана Татосова не подтвердила, но и не опровергла. Связаться с представителями предпринимателя нам не удалось. В начале недели Сергей Полонский был заочно арестован Тверским судом Москвы по обвинению в мошенничестве. Тогда же его объявили в международный розыск. Бизнесмен также является фигурантом уголовного дела в Камбодже. К нам пении его обвиняют в издевательствах над местными моряками. Несколько месяцев он провел в тюрьме, а затем вышел под залог. Территорию Камбоджи он покинул вопреки запрету. Против одного из лидеров российской оппозиции Алексея Навального может быть возбуждено еще одно уголовное дело. С соответствующим запросом в Следственный комитет обратился депутат Госдумы Олег Похолков. Член «Справедливой России» обвиняет кандидата в мэры Москвы в клевете. Речь идет о записи в твиттере Навального. В своем микроблоге оппозиционер разместил ссылку на материал в СМИ, где депутаты уличают в причастности к ряду преступлений. Похолков счел, что Навальный действовал умышленно и, цитирую, «четко понимал, какой страшный урон наносит репутации». В настоящее время кандидат в мэры Москвы является фигурантом другого уголовного дела. В июле он был признан виновным в хищении имущества госкомпании Кировлес и приговорен к пяти годам тюрьмы. Решение суда пока не вступило в силу. Ранее Навального также заподозрили в незаконном финансировании его предвыборной кампании. Намеченный на начало сентября петербургский саммит G20 обещает быть весьма напряженным, и не только из-за политических разногласий России и ряда стран-участниц. На первый план могут выйти вопросы экономического толка. Хозяйка форума настаивает. Любые изменения в денежно-кредитной политике стран большой двадцатки должны быть тщательно выверены и четко разъяснены. Именно этот принцип взаимодействия будет способствовать повышению устойчивости мировой финансовой системы и ее стабилизации, уверены в Москве. Однако методы, которыми в последнее время стимулируются развитые экономики, имеют все более негативный эффект для развивающихся рынков. В ситуации разбирался мой коллега Владимир Нанец. Бесконечные спекуляции вокруг скорой девальвации евро и доллара, а также юаня, иены и рупии буквально вынуждают многих политиков призывать к мировому контролю над курсами национальных денежных единиц. Например, Франция и Германия прямо заявили об угрозе валютных войн, после того как Япония искусственно занизила курс иены на 20% с ноября 2012 года, чтобы удешевить свою продукцию и увеличить экспорт. На одной из недавних встреч министры финансов и главы Центробанка в Большой двадцатке заявили о готовности всех участников группы воздерживаться от конкурентной девальвации валют. Впрочем, и порицание Японии особого не вынесли. Валютные войны играют против стабильного роста, который сейчас так необходим всей мировой экономике, уверяют эксперты. По словам аналитиков, конкурентная девальвация резко снижает возможность восстановления мировой экономики на фоне кризиса. Фактически речь идет о протекционизме. Страны закрываются друг от друга за счет регулирования курса валюты. Это резко сокращает объемы международной торговли и замедляет темпы экономического роста. Впрочем, отмечают экономисты необходимая определенная свобода действий. По их словам, кризис еврозоны наглядно показал неэффективность тотального контроля. Учитывая те проблемы, с которыми сейчас сталкивается еврозона, решить их весьма непросто. Особенно, когда волна докатилась до больших экономик – Италии и Испании. Те общие институты, которые используют еврозоны, оказались неэффективными. Единая валюта в том числе. Восстановление мировой экономики – непростая задача и потребует времени. Влияние кризиса будет сказываться еще долгие годы. На валютном рынке есть еще одна опасная ловушка – так называемое количественное смягчение. Это нетрадиционная монетарная политика, когда центробанки начинают скупать финансовые активы, выливая в экономику некоторое количество денег. Считается, что это последняя попытка спасения для отчаявшихся политиков, когда уже никакие методы стимулирования не работают, а показать видимость заботы со стороны властей необходимо. Многие инвесторы боятся оттока капитала и средств из развивающихся рынков, а это давит на валюты. Проблема, среди прочих, будет обсуждаться на саммите G20 в сентябре. Аналитики в один голос утверждают, необходимы общепринятые и понятные критерии, когда и каким образом могут быть использованы методы стимулирования экономик. Так что питерская встреча «Большой двадцатки» обещает быть жаркой. Владимир Унанянц, RTVI Ну что ж, это были все новости, о которых мы успели вам рассказать. Следите за развитием событий. А я прощаюсь с вами до завтра. Всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова